На ковер приглашается Давуд Магомедов! Ваши аплодисменты! Ну а теперь приглашается его соперник, который выиграл предыдущую схватку и вышел на схватку с Давудом Николай Салмин! Встречайте! И так, дорогие друзья, на ковре Давуд Магомедов и Николай Салмин! Все, внимание на ковер! Схватка разных темпераментов. Первый полуфинал в категории до 83 килограммов Давуд Магомедов, Николай Салмин. Сразу с первого этажа начинается матч. Коля, как и в предыдущем четвертьфинале, закрепляется в Батерфляй гарде. Возможно, Батерфляй, переход на Икс и на рычаг колена – это его геймплан. Могу ошибаться, имею право. Давуд Магомедов не старается подниматься. Да, вот, хорошо. Хорошо Коля, хорошо Давуд, подсказывают ребята, секундирующие своим оппонентам. Первая минута схватки подходит к завершению. Счет 0-0. Напомню для тех зрителей, которые только что к нам присоединились, что первые три минуты матча баллы для спортсменов не предусмотрены, независимо от того, что бы они ни делали. Ну, разве что, если только это не сабмишин. Сабмишин моментально заканчивает схватку в пользу выполнившего сабмишина. У нас тут осы летают. Ух, как опасно у нас здесь, да? Нормально. На татаме еще опаснее. Ну, слава богу, нас от татами отделяет стол. И четыре осы. И четыре осы, да. Прихватывает ногу Коля Салмин. Ну, аккуратно. Опять же, аккуратная разведка со стороны бойцов. Хороший такой разминчик. Да, очень плавные финалисты у нас. Признаюсь, я думал, что Давуд сейчас просто напрыгнет на своего оппонента и начнет верзать в своем стиле. Ну, ты мне весь вечер обещаешь. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, в мой не видел Давуда. Сейчас вот эти вот зарубятся, вот эти вот прям покажут. А по итогу... Ну, вот чем выше ставки, тем меньше рискуют спортсмены. Да, спортсмены тоже можно понять. Кану не только деньги, но также репутация. Это признание, спортивные регалии. Поэтому ребятам есть чем рисковать. Соответственно, стараются делать все максимально аккуратно, профессионально. Регалии. Мастер спорта ФСА, например. По комментированию. Ну, тоже неплохое, да. Ну, это тогда заслуженный сразу. А если на английском, то международник, да? Однозначно. Итак, первые три минуты матча позади. Сейчас... Вот мое предположение, что спортсмены будут искать какое-то одно успешное движение на то, чтобы заработать баллы, а позже их удержать. Я считаю, это нормальная тактика. Опять же, в случае, если это высокие схватки, и если они не нацелены на выигрыш приза, там, скажем, за самую динамичную схватку. Давуд прихватывает ножку, прям двумя руками берет, ну, выскальзывает Николай. И тут же сам переходит в атаку. Дабл андер. Прямая спина у Давуда не позволяет его накатить на плечи. Снова дабл андер пытается исполнить Николай. Соедините руки. Давуд хорошо контролирует две руки, две кисти Николая Солмина. Не дает совместить ручки, забрать замок дабл андера. Вот хорошо технично разбирает, да? Ноги широко. Кисти соперника контролируют. Спина прямая. А прямой, как известно, не катится. Значит, накатить не так-то просто. Круглая катится, плоская нет. Еще раз дабл андер. Ну, Колян-то силен. Ну да, Колян, мне кажется, достаточно много сил тратит вот сейчас на то, чтобы поменять позицию. Ну, дабл андер, такой силовой проход. Ну да, причем он неоднократно использует уже его. Мне кажется, что это энергетически очень затратно. Посмотрим, как это скажется на Николая. Но Давуд при этом тоже сохраняет спокойствие Питона. Делает такую, мне кажется, достаточно хорошую защиту. И причем она не энергозатратная. Это может, мне кажется, очень сказаться на результате схватки. Что он окажется свежее, нежели чем Николай. Ну, на самом деле, вот это умение выжать из своего оппонента максимум энергии, и при этом минимум энергии потратить своей, это такая серьезная тактическая задача. И да, это хорошая история, если умеешь это делать. Вот Давуд начинает динамику, проходы на ногах, смены направлений, туда-сюда. Да, решил добавить динамики в последнюю минуту матча. Почему? Потому что остались силы. Согласен, согласен. Но не исключено, что спортсмены уже смирились с тем, что будет овертайм. Хотя, хотя, 34 секунды. Николай ищет свип. Да, зарубились тут прям ребята. Пытаются активно провести последние секунды схватки. Так, попытка выдернуть ногу. 10 секунд. 10 секунд до конца. Николай пытается провести хил-хук. Но Давуд, он хотел, да, подтянуть ножку. Да, Давуд все ведет к пенальте. Аплодисменты с баксмером. Непоним серии пенальти. Так, Давуд забирает спину. Будет риангл, сразу закрывает Давуд. Николаю нужно снять крючок верхней ноги, разбираться с остальной. Но, тут же, большой дискомфорт приносит захват на шее. У Давуда неплохой замок, достаточно плотно. Да, окей, удушки сейчас нет. Но остается еще разобрать замок боди-триангла, чтобы засчитался уход из позиции бэк-грэп. Да, он уже достаточно много времени Давуд провел за спиной у Николая. Мне кажется, Николаю уже будет достаточно тяжело в то же самое время удерживать Давуда. Но посмотрим, пока Давуд сохраняет преимущество и держит Николая. Да, очень плотный замочек. И видно, Николай устал. Видно, устал. Да, это то, о чем я говорил, что все-таки проведение таких многозатратных приемов... Так, аплодисменты, одержим, поддержим, спасибо всем. Да, это не про, в принципе, ваш. Ровно минуту, да, Давуд, случается контролирует Николая? Да, ровно минуту. У Николая единственный шанс рубануть субмишн, то есть завершить субмишном этот овертайм до того, как Давуд выберется. Видно, что Николай отдает последние силы для того, чтобы финишировать Давуда. Все, 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 вытащи-то. Да, у просто вот не оттягивайся. Волгова всего тебя! Эй, Давдай, не оттащи! Выбрался. Вот выбрался. И в первом полуфинале весовой категории до 83 килограммов в финал выходит Давуд. В этой схватке победу отец Давуд Магомеда! Николаю, говорим огромное спасибо за яркую схватку. Ааа, goodbye. Только. Продолжение следует...